Проблемы с законом случаются не только у взрослых, но и у детей. Самые распространенные нарушения – драки и воровство. Когда наказать в судебном порядке нельзя, в дело вступает комиссия по делам несовершеннолетних. На нее вызывают трудных подростков и их родителей, которые недосмотрели за своими чадами. Лето – особая пора, когда у детей каникулы, и они предоставлены сами себе. В июне наши дети практически все посещают или лагеря дневного пребывания, или сдают экзамены. А вот июль-август нас всегда очень тревожит, поэтому мы предлагаем различные формы досуговой занятости, привлекая комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта, центры занятости населения. Впрочем, пока одни играют во дворе или ищут подработку на лето, другие проводят каникулы совсем не по-детски. С этим юношей комиссия знакома давно. Все началось, когда начал прогуливать школу. Дальше – больше. Отбирал у ровесников телефоны и велосипеды. Комиссия направила его в училище закрытого типа. Там условия куда жестче, нежели дома. Теперь вместе с мамой приходит отчитываться о своем поведении. Комиссия сыграла роль такую, что нам помогла ребенка определить в нужное русло повернуть. Так как здесь он не ходил в школу, а там, конечно, принудительно, но по результату. Все, что я могла, все, что от мамы завести, я все делала. И мальчика навещала, как говорится, там, пока он там был. Некоторые семьи находятся на постоянном контроле комиссии. И сотрудники регулярно наведываются в гости, расспрашивают, как дела, и даже предлагают помощь. В этой квартире живет мама с тремя детьми. В доме нет электричества. Отключили за неуплату. Ситуация в семье сложная. Мама долгое время злоупотребляла спиртным. Когда-то сама состояла на учете комиссии. Сейчас дела начинают постепенно выравниваться. Как сейчас мы узнали, что семья будет приобретать себе жилой дом и улучшать условия. Мама, в принципе, идет с нами на все контакты всегда. Но вот этот фактор семейного неблагополучия длится у нас уже, наверное, в течение, ну, может быть, 10-12 лет. Семья находится на контроле постоянно. О трудностях в этой семье комиссия узнала совсем недавно. Сигнал тревоги забили в школе. Мама нигде не работала, у ребенка начались проблемы с учебой и здоровьем. Когда комиссия пришла проверить обстановку, оказалось, что в доме нет продуктов питания. Материальное положение здесь оставляет желать лучшего. Девочку на время определили в реабилитационный центр. В настоящее время ребенок находится там. Мы планируем, чтобы она все лето там оздоровилась и посетила загородный лагерь. А мама в это время подыскала себе работу, начала нормально вести образ жизни. Всего на контроле комиссии по Ленинскому району около 30 неблагополучных семей. Всем нуждающимся оказывают адресную помощь. Главная задача – защитить несовершеннолетних, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выпивающим родителям объясняют, что их могут ограничить в правах, а чада отправить в детский дом. Хулиганам подробно рассказывают, куда они могут угодить, если продолжат прогуливать школу, драться и воровать. Такие рекомендации, как правило, мы даем, чтобы следить за детьми, конечно, не оставлять их дома одни. То есть максимум внимания, чтобы они посещали, так сказать, и школьные лагеря, и лагеря здравительные. Попасть в поле зрения комиссии – история, конечно, не из приятных. Если ребенок нашкодил, вместе с мамой ему придется краснеть перед полицейскими и психологами. Если же виноваты непосредственно родители, то 10-минутной выволочкой дело уже не ограничится.